Соревнования Лиги рабочих специальностей в этом году пройдут в шести регионах Сибири и первооткрывателем стал Забайкальский край. Международный инженерный чемпионат Кейс-Инн собрал учащихся колледжей и техникумов, которые планируют реализовать себя в горнодобывающей промышленности. Решить техническое задание по конкретной профессиональной ситуации вызвались 11 команд. Мы готовились очень усердно к этому конкурсу. С утра до ночи, можно сказать, сидели в техникуме. Но задача состоит в следующем, что Харонорский разрез планирует запустить новый участок, в котором требуется провожить новую схему электроснабжения, более целесообразную, экономичную. В каждой команде по четыре человека. На решение кейсов у них было шесть дней. Сначала эксперты оценивают теоретические знания на презентации, а затем приходит время проверить их навыки на практике. В данном этапе были выданы вопросы по системе разработки месторождения для ребят, которые должны были правильно ответить, как и где применяется, какое применяемое оборудование и какие параметры применяемые на предприятии. Некоторые менжевались, некоторые очень хорошо отвечали. Практика не наберутся. Нормальные ребята, адекватные. Здесь, в электросехе, участники чемпионата должны проверить электродвигатели и правильно их подключить. Шум техники оповещает об успешном выполнении задания. Как отмечают организаторы проекта, Лига рабочих специальностей – уникальная возможность поучаствовать в производственном процессе в реальном времени и показать профессиональное качество будущему работодателю. Главная задача – где родился, там и сгодился. И мы ищем возможности для того, чтобы у ребят, у которых есть интерес в горной отрасли, были возможности себя реализовать, не выезжая за пределы края. Мы показываем, что большая энергетическая компания федерального уровня, находясь в своих регионах, дает будущее этим регионам. Экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Харанурского разреза, предприятие «Читауголь» и Черновского ремонтно-механического завода, определила победителей по двум направлениям. Первые места заняли команды Забайкальского горного колледжа «Караван» и «Контакт». Они получают возможность стать участниками седьмого Всероссийского научно-практического форума «Горная школа», который пройдет впервые в Забайкальском крае в июле этого года.